Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А национальную информационную безопасность необходимо защищать не ограничениями, а иными способами. Развивать, например, рынок продакшен-услуг. Предлагаемое сокращение альтернативных денежных потоков может сделать местный контент неконкурентоспособным. Тем более, что распространение бюджета рекламного рынка и так идет не на равных условиях и далеко не в пользу местных СМИ. Главный источник финансирования средств массовой информации в Кыргызстане – рынок рекламы. Причем в это понятие входит все – производство рекламы, наружная реклама, спонсорская поддержка мероприятий, размещение рекламных продукций в том числе и в средствах массовой информации. Весь рынок вытягивают немногочисленные крупные компании – сотовые операторы, «Газпром», тот же «Кумптор», который финансирует многие СМИ и журналистские проекты. Всего таких компаний, формирующих бюджет медиа в стране, порядка 20, говорит генеральный директор общественной телерадиокомпании «Илим Харбеков». Этот бюджет составляет примерно по различным оценкам от 8 до 10 миллионов долларов ежегодно. И получается, каждое средство массовой информации телерадиокомпании, они забирают свою долю пирога. Из-за экономического кризиса этот рынок уменьшается. У его компании, говорит глава КТРК, доля в этом рекламном пироге довольно высока. Выбор рекламодателей определяет популярность СМИ. Чем больше зрители отдают предпочтение каналу, тем больше бизнес будут стремиться размещать на нем свою рекламу. После КТРК рекламодатели выбирают российские каналы. И здесь, по мнению Харбекова, кроется главная проблема неравных условий, которые сейчас присутствуют на рынке. У меня почти полторы тысячи сотрудников работают в КТРК, которые получают заработные платы, работают здесь, кормят свои семьи и так далее. У нас 5 телерадиоканалов, 5 телеканалов и 3 радиоканала. И получается, в общей сложности мы производим более 70 часов собственной продукции. Теперь давайте посмотрим ТНТ Азия, которая работает и показывает на сегодняшний день. Здесь, по моим оценкам, они получают ежегодный доход столько же, сколько и КТРК. Вот КТРК в прошлом году, допустим, получил полтора миллиона долларов рекламы. По моим оценкам, но ТНТ этого не разглашает, не открывает, но я думаю, что ТНТ получает почти миллион долларов. Но при этом они производят местного контента ноль. Вы представьте себе, там работают 5 человек, допустим, директор, бухгалтер и 2-3 человека, который получает деньги с рекламодателей и ничего при этом не производит, ретранслирует иностранный контент в нашей стране, вклинивается в рекламу, рекламу вставляет и получает практически столько же, сколько получает КТРК. Сейчас местным СМИ приходится сражаться в неравной схватке за рекламные бюджеты с российскими каналами. Такое же положение было до 2016 года в соседнем Казахстане. В этой стране общий рекламный бюджет превышает кыргызстанский более чем в 10 раз и составляет около 105 миллионов долларов. Для сравнения, в России на рекламу тратят 2,5 миллиарда долларов. 1 января 2016 года в Казахстане законодательно запретили рекламу на иностранных каналах, тем более что, как и в Кыргызстане, ретрансляторы не выполняли норм по обязательству производства собственного продукта 40% контента. И в Казахстане, как и в Кыргызстане, должно быть не менее 50% эфира на государственном языке. В Кыргызстане, к слову, аналогичные нормы закона также не выполняются, не только зарубежными каналами, но и местными. Независимое бишкекское телевидение 40% своего 18-часового эфира заполняет собственной продукцией, а остальное покупает у российского холдинга СТС. По словам коммерческого директора МБТ Руслана Бакиева, это в 10 раз дешевле, чем производить самим. Если телеканал перейдет на полную ретрансляцию, то расходы канала сократятся еще в 15-20 раз. Шагнуть дальше мы, к сожалению, не можем, потому что рынок не позволяет рекламный. Достичь 60% сегодня мы не можем, потому что этих денег у нас нет. Это дополнительные инвестиции. Но чтобы сделать дополнительную инвестицию, мы, конечно, должны быть уверены, что на рынке будут созданы равные для всех условия. Говорит Руслан. Собственно, продукция МБТ приносит только от 8 до 12% годового рекламного бюджета. У местных каналов нет уверенности, что инвестиции отобьются. Медиабизнес в Кыргызстане не самый выгодный. Успешные проекты создавались на дотации и с определенными политическими целями. В этом, к слову, ситуация почти во всех странах подсоветского пространства схожая. В интервью для IWPR журналист из Украины Юлия Молодонова рассказала, что большинство центральных телеканалов в ее стране принадлежит олигархам. Это, конечно же, влияет на редакционную политику и на контент. Предполагаю, медиа нужны им для того, чтобы продвигать свои бизнес-интересы и влиять на политическую жизнь общества. То же самое касается государственных и коммунальных СМИ. Зачастую они лоббируют интересы правящих элит. Вообще, экономическая, а точнее финансовая зависимость это определенная угроза свободе слова. Помимо того, что СМИ могут быть зависимы от своих учредителей или от правительства, есть и такое понятие, как зависимость от рекламодателя. В Кыргызстане одна из крупных компаний Кумтёр спонсирует многие проекты средств массовой информации, тем самым получая лояльность редакции. Потому и негативных материалов, ведущих СМИ страны об этой компании не так много. Такая же ситуация складывается в более развитых странах, например, в Южной Корее. Руководитель одного из информационного агентств в Сеуле Субин Ким также в интервью для IWPR рассказал, что компания Samsung буквально выкупила все СМИ страны. Samsung тратит в год около 4 миллиардов долларов на рекламу в медиа. Только в Южной Корее он тратит 2 миллиарда. У нас ни одно медиа не работает без их рекламы. Если пройдет какая-то неприятная информация об этой компании, ваше медиа уже не сможет это осветить. Иначе Samsung вполне может разорвать контракт. А как я уже сказал, без их рекламы выжить очень сложно. И такие ситуации не так уж и редки. Однако, как уверяют европейские журналисты, несмотря на рекламные бюджеты со стороны ведущих игроков мирового рынка, в СМИ развитых странах идет четкое разграничение между журналистской деятельностью и продвижением рекламы. Отношение медиа с бизнес-сообществом во многих зависит от демократизации общества. Тем больше развита страна, тем выше ее позиции в рейтинге свободе слова. СМИ, пожалуй, стали главным ородием современных войн. Ведущие державы не скупятся на продвижение своих интересов в мировом медиапространстве. Например, США увеличивает финансирование русскоязычных программ радиостанции «Свободная Европа» и «Голос Америки». В прошлом году на американское противостояние российской пропаганде было заложено более 22 миллионов долларов. К слову, в Кыргызстане за счет Государственного департамента США финансируется одно из популярных СМИ – «Радио Азатык». Одноименный сайт и местные корреспонденты программы «Настоящее время». С другой стороны – «Раша Тудэй» – телеканал, который лоббирует интересы Кремля перед зарубежной аудиторией и полностью финансируется за счет госбюджета. Финансирование идет по статье «Участие России в международном информационном обмене». На нее в 2015 году было заложено 15 миллиардов рублей. Некоторые источники утверждали, что на самом деле на работу телекомпании было выделено на 5 миллиардов больше. В официальных документах и заявлениях говорится, что финансирование медиапроектов за счет государства вызвано необходимостью защищать национальные интересы России в информационной сфере, формировать объективный образ. Но создают ли подконтрольные Кремлю СМИ объективный образ? Главное той картине, что создает через государственные медиа, граждане России верят. И не только они, кыргызстанцы тоже. Как показывают последние опросы Института общественного мнения Галиб, несмотря на экономический кризис в России, популярность Путина в его стране растет. Становится он популярнее и здесь, в Кыргызстане. Вообще, цель авторов проекта закона Кыргызской республики о средствах массовой информации – защитить местных читателей и зрителей от информационной экспансии, говорит инициатор поправок депутат Коджипек Распаев. Но это же СМИ, вы поймите правильно, это госпезопасность. Если СМИ иностранные граждане на 100% будут владеть, он как хочет, так и будет поливать нашу страну. Поэтому я опасаюсь. Впрочем, медиа-сообщество уверено, сейчас необходимости в поправках нет. Во-первых, закон может оказаться неработающим, как и многие другие. Тот же закон о телевидении и радиовещании, например, по которому все телеканалы, которые транслируются на территории Кыргызстана, должны производить свой контент и контент на государственном языке. Во-вторых, нужны другие методы в защите национальной информационной безопасности страны. В этом деле ограничение на учредительство и финансирование СМИ сейчас, когда нет границ в информационном пространстве, не будет эффективными инструментами, говорит в обращении медиа-организации. Представители этого сектора попросили отозвать законопроект. По словам юриста Института медиаполиса Алтна Исаевой, одного из авторов обращения, необходимо просто повышать медиаграмотность населения. Нам необходимо не ограничивать деятельность средств массовой информации, а наоборот повышать медиаграмотность населения. А также государство должно стремиться создавать максимально благоприятные условия для разработки качественных информационных продуктов. Одно из предположений защиты нацбезопасности в информационном поле – развитие рынка продакшн-услуг и предоставление государственной поддержки, в том числе финансовой на создание интересного контента. Хорошо оплачиваемые заказы создадут высокую конкуренцию на рынке производства информационного продукта, а рано или поздно это приведет к повышению качества местного телевизионного контента. Материал специально для IWPR подготовила Айслотики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!